Преподаватель специальных дисциплин политехникума Елена Моресева проводит занятия в пустой аудитории с помощью видеосвязи. Из-за угрозы распространения коронавируса студентов отправили на удаленное обучение. Теперь педагоги контролируют образовательный процесс через социальные сети, официальный сайт политехникума и личные интернет-площадки. Несмотря на то, что с карантином сотрудники образовательного учреждения столкнулись впервые, перейти на дистанционное обучение получилось без проблем. Сложных ситуаций таких не возникает, потому что сейчас у нас век информационных технологий. Даже во время обычной работы мы просим ребят обратиться к нашим интернет-ресурсам, где есть дополнительные материалы. Или, например, ребенок проболел студент у нас. Всегда есть возможность обратиться к интернет-ресурсу, посмотреть невыполненную им работу, выполнить ее и в спокойном режиме сдать. Преподаватели регулярно выкладывают учебные материалы и задания для каждой группы. В индивидуальном порядке проводят занятия по видеосвязи. Студенты, в свою очередь, присылают выполненные работы на электронную почту педагога. Сделать это можно в любом формате – документом Word, PDF-файлом или фотографией тетрадного листа с готовыми заданиями. После их проверки учащиеся могут посмотреть оценки в специальной таблице. Первые пару дней, пока еще не были введены вот такие жесткие меры, мы даже приглашали иногда сюда студентов на отдельные отчеты. Все приходили без проблем. Явно видно, что они информацию нашу на сайте видят, на информацию реагируют. Но что касается теоретических дисциплин, тут мы, безусловно, выйдем из положения. Что касается практики и других, тут будет, конечно же, сложнее, безусловно, но я так думаю, что что-то придумается обязательно. Педагоги и студенты стараются смотреть на ситуацию с положительной точки зрения. Они убеждены, в процессе удаленного обучения его участники накапливают опыт работы с интернет-ресурсами, что однозначно пригодится в профессиональной деятельности многих выпускников и преподавателей. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.